Трехпролётный мост, который называется Прачечный. Когда он строился, это было ещё при Екатерине, второй половине 18-го века, на левом берегу Пантапки работали дворцовые прачечные. За долгие годы своего существования мост не протерпел существующих изменений, и что удивительно, никогда не менял своего названия. А в советское время почти все наши улицы, площади и даже мосты были перенимены. Уже в 20-м веке Смэл Маршак такие напишет строчки. Всё то, чего коснётся человек, приобретает мечтать человече. Вот это тёмно прослужившие, почти умеют пользоваться речью. «Да вместе, ками», — говорит Нева, «Странится в огне, ложится мерзкий, пусть лет несёт Омега на голова, а вновь вспоминает островок, отразвит же, вроде, достает с ним». Вот мы с вами сейчас пройдём под мостом, как раз и попадём в тот самый уголок, между фонтанкой и Невоем, где живёт Кокровский. И обратите внимание, фонтан уходим на зелёный свет светофора. И кровь есть, и светофоры бывают. По правду, на этом почти всегда зелёный галетри, а это красный галетри. Смотрите направо. Двухэтажное каменное здание — это самый настоящий дворец. На самом деле первый генерал-губернатор города Александр Данилович Меньшиков несколько дворцов имел в Петербурге, в одном из них, в Новосеверском острове. Было аж 150 помещений. На набережной справа, в виде, небольшое изящное здание — это кофейный бомбик. Но уже в 19 веке построила такова парадная часть летнего сада, а вот дальше это уже начиналось хозяйственный огород. Выращивались поваренные травы, фрукты и овощи. На него сейчас посмотрите, здание с зелеными потолами — это высшее училище правовидения. В 19 веке его воспитанники носили форму. Он держал по зеленому цвету, а зимой еще и кожиковые шапки. Вот только из-за этой формы они получили праздниче «Чижики-хожики». В далеку везде они отличались примерным поведением. И песенка «Неданка в городе очень популярная» — «Чижик, хожик, где ты был, на фонтанке, год купил». Это не про птичку песенка, а как раз про воспитанников училища правовидения и будущих юристов. Но сам «Чижик» скульптурка не так давно появилась, в 1994 году. И вообще появление его на фонтанке это результат работы конкурса юмористов «Золотой остаток». Мы вернемся к летнему саду, славился он как бы скульптурой, бездомник было фонтанами, а Хитлите получила название это река «Фонтанка». К сожалению, фонтанная система полностью была разрушена во время одного из катастрофических налогений. Тогда ведь это темно великая не сочла возможного ее восстанавливать. А вот в наше время такую возможность нашли. Во время реставрации восстановили осень фонтанов из когда-то существовало, что здесь 50. А вот все оригинальные скульптуры заменили копиями. Оригиналы теперь хранятся в открытом ходе скульптуры Михайловского замка. А копии можно увидеть здесь, в летнем саду, в любой день, до 10 часов вечера, рано вторника. Ведь, как ни странно это звучит, летний сад – это тоже филиал русского музея, как во всех филиалах по фторникам садов выходной. С одной стороны протяженное здание, на месте которого при Петре находилась партикулярная века. Это значит, что суда, которые здесь строились, предназначались для гражданского, а не для военного населения. Тоже здесь строят каменные амбары для хранения соли и вина. И до сих пор вся территория с левой стороны весь квартал. Официально называется Соленой городок. Кто вдруг и заметил, Чижиков тоже, кого-то он с правой стороны стоит и углу на своем юзистале. Слева все здания разновременной постройки, самое молодое из них угловое, оно после войны уже появилось на месте разрушенного. А вот два следующих небольших цветных домов. В самом начале 20 века молодой архитектор, тогда еще начинающий, Алексей Щусев строят для графа Алсу и вовсе Петровского барокко. Из личности не принесет ему славы. Архитектор Щусев прославится в советское время. Построит мавзолей Ленина в Москве на Красной площади. Разболея слева с длинным балконом 19 века построят. И тогда, в 30-е годы, здесь работало третье отделение, ведущее политическим сыском. А уже в начале 20 века в доме жил и работал Петр Аркадьевич Столыбин, преседатель Совета Министров России. Слева три дома с треугольными фронтонами и белоколонными портиками. Типичное построение конца 18-го века. Еще при Петре разработаны были всего три типовых проекта для строительства домов в городе. Для зажиточных людей, для именитых, вот такие дома, как эти. А третий тип – простые, скромные, одноэтажные дома для подлых людей. Только слово «подля» означало тогда «неимущий», «бедный», а в осени отрицательную черту характера. И заплатил вовремя подать вот ты подный человек подлец. А с левой, а выше здания с написанием антиклариатного первого этажа, это уже конец 19-го века. Архитектор и я потом перестроили для семьи своей. Семья была большая, занимала весь третий этаж этого дома. Вот смотрите, вот третий этаж выгодно от других отличается. Остальные квартиры сдавались в наем, то есть дом был доходный. Но если рассмотрели и при этом еще не успели забыть фильм «Питера Хан», его главная героиня по фильму как раз в этом доме на фонтанке живет. Желтое здание с главной полуколонной Барни Жуева. Дворцы и частные особняки название получали по фамилиям последний холодильник. Начался обычный жилой дом, также как на следующем рядом с ним с левой стороны. Во время экскурсии успевали его обращать внимание не только на здания, а еще и на рисунке оград наших рек и каналов. Сначала ведь задумывалось так, чтобы каждая река имела свой неповторимый рисунок ограды. Если бы мы попали в эту часть города в начале 19 века, то только в Сверновке рисунок ограды набережной могли бы понять сразу «На фонтанке находимся». По-моему, в наше время это правило часто нарушается. Пройдем под мостом Геленского и дальше смотрите, рисунок ограды набережной совсем уже будет другим. Точно таким же, как на реке Мойки. «На фонтанке» без исключения потерясь на грани только на одном небольшом ее участке между двумя мостами. Часто город называют музеем мостов. Справедливо, конечно, но сколько мостов в Петербурге вам точно никто и никогда не скажет. Разные справочники дадут весьма разные данные. Долго не могли прийти к общему мнению, как мосты считать. Но 10 лет назад в юбилею решили сосчитать наконец-то всех, даже в парках через маленькие ручейки и речки получили солидное число 539. Но это было 10 лет назад. Сколько за это время мостов появилось, никто пока не сосчитал точно. Подходим к одному из самых красивых мостов Петербурга к Анечкому мосту. Именно с таким ударением на второй слог название его произносится. К женскому имени Анечка не имеет никакого отношения. Мост получает название по фамилии подполковника Анечкова. Он руководил строительством деревянного моста на том же месте еще в 18 веке. Была знаменитая скульптурная группа Петра Крыловича Клодка «Укращение коней человека». Появились на мосту лишь в среднем века 19-го. Вот сейчас вперед на мост посмотрите, с воды можно было сразу одним взглядом охватить все четыре структурные композиции. А сам-то Клод хотел, чтобы их рассматривали по одной, по очереди. Начинать надо с той, которая на мосту слева, ближе к нам. А эти по часовой стрелке. Соответственно, последней будет правая, тоже к нам ближняя композиция. Там, где понижал крощён, человек украсил коня и спокойно шагает рядом с ним. Подходим к зданию, которое начиналось наше институции. Сейчас нам приближет национальный миг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok